Узнать о своих или чьих-то долгах теперь проще простого. Для этого нужен только доступ ко всемирной паутине. Судебные приставы совместно с полицейскими частенько устраивают рейды прямо на дорогах. Запуск автоматизированной информационной системы и банка данных исполнительных производств в Крыму – большой шаг вперед, считает главный судебный пристав Российской Федерации Артур Парфенчиков. С удовольствием не только рассказывает о достигнутом, но и тут же демонстрирует. Вот набираете выбор Москва и набираете фамилию, кто вас интересует. И вам будет полная информация по исполнительному производству. Даже фамилия пристава, кто ведет это исполнительное производство. Такой системы нет ни в одной стране мира, я могу сказать. Потому что когда я в 2012 году докладывал на комитете Международного союза судебных исполнителей, когда мы внедрили этот банк, скажем так, все очень удивились. Сегодня в этом банке содержатся данные не только о текущих должниках, но и о тех должниках, в течение трех лет эти информации содержатся, кто в отношении кого исполнительные производства прекращены в связи с невозможностью взыскания. То есть как бы этот банк данных, он является своего рода кредитной историей такой. Судебный пристав, насколько профессия престижна, заработная плата в среднем 22 тысячи рублей, явно внуждается в доработке. Социальная программа, к примеру, обеспечение жильем еще тоже только формируется. А вот система поощрения за отличную работу, возможно, будет внедрена со следующего года. Мы хотим вернуться к возможности материального поощрения судебного пристава за счет достигнутых результатов, за счет части изысканного исполнительского сбора. Конечно, это тоже очень важный такой проект, который сейчас очень так серьезно обсуждается. Мы являемся, конечно, безусловными его сторонниками. А еще предстоит решить вопрос, связанный с порядком принудительной реализации имущества, завершить процесс обучения личного состава. Планы на будущее наметили, прогнозы самые оптимистичные. Ну и, конечно же, слова благодарности всем, кто в непростое переходное время помогал крымскому управлению словом и делом. Спасибо министерству юстиции, спасибо президенту за то, что был введен 8 июля закон о особенностях применения исполнительных производств, которые касаются украинских решений или тех субъектов, юридических лиц, физических лиц, которые находятся на территории Украины. Этот закон нам сейчас дал возможность в законном поле закрыть все наши трудности по решению вопроса. Ведь есть же должники, взыскатели на территории Украины, и это было неразрывно раньше. Как повысить эффективность исполнительных действий, увеличить поступление в бюджет? Насколько эффективны принятые на коллегии управленческие решения, будет известно в конце года. Марина Павлова, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ.